Буддизм – самая загадочная и малоизведанная из мировых религий. Тем интереснее путешествие в храм священного змея, закрытую частную резиденцию тибетских лам во дворце Патала в столице Тибета Алхаси. Такое еще недавно казавшееся немыслимым путешествие теперь можно совершить с помощью открывшейся в лондонском музее Welcome Collection выставки тантрического буддизма. Для непосвященных слово «тантрический» чаще всего ассоциируется с тантрическим сексом. «Тантрический буддизм – относительно позднее продолжение, эволюция буддизма. Вместо монашеского ухода от мира, вместо отказа от чувств, чувственности и желания, он встал на путь желания, на путь преображения наших повседневных страстей, просвещенное знание. Возьмите, к примеру, вот эту скульптуру изначального Будды Самантабхадры, объединившегося в Саите со своей возлюбленной. Это не что иное, как высшее выражение единства мудрости и страсти, тех путей, которые ведут нас к просвещенному знанию, и женщина здесь – воплощение изначальной мудрости». Захваченный Китаем Тибет остается закрытой территорией, и лондонская выставка «Тайны. Храм Тибета. Тело, разум и медитации в тантрическом буддизме» проливает свет на многие тайны и загадки этой интересной религии и практики. Большинство реальных экспонатов выставки заимствовано из музеев Европы, Азии и Америки. И с этой точки зрения большим открытием не являются. Часть вещей, не подлежащих вывозу из Тибета, как, в частности, та самая скульптура изначального Будды Самантабхадры, о которой говорил Иоанн Бейкер, тщательно воспроизведена. Мы видим лишь их копии. Но чуть ли не самый большой интерес на выставке представляет впервые осуществленный грандиозный проект воссоздания с помощью цифровой фотографии в натуральную величину настенных росписей из тайного храма священного змея во дворце Паттала. Эти росписи из тайного храма Далай-Лама держались в секрете. Даже если вы сумеете попасть в Лхасу, то увидеть их там вам не удастся. На них изображены сложнейшие упражнения йоги, недоступные простым людям. И для них не предназначенные. Росписи были сделаны по заказу Далай-Лама для его личного пользования. Никогда прежде их изображение натуральную величину невозможно было увидеть на Западе. Для получения таких изображений Том Лейерт работал несколько лет, используя новейшие и очень сложные технологии цифровой фотографии и собрав подсвеченную снизу мозаику многие сотни отдельных кадров высочайшего разрешения. Уникальная работа уже вызвала огромный интерес в мире. И сейчас ведутся переговоры о возможной экспозиции ее в государственном ремитаже в Санкт-Петербурге. Том Лейерт знает, что в России интерес к буддизму огромен. Но что касается тантрического секса, то Иоанн Бейкер предостерегает от упрощенного его толкования. Реальность сексуальных практик тантрического буддизма сильно отличается от широко распространенного на Западе представления о них, которое вошло в моду благодаря Стингу и другим последователям так называемого тантрического секса. Они не имеют ничего общего с продлением удовольствия. Их главный смысл — достижение состояния, которое выходит за пределы желания, за пределы боли, то есть с помощью тела выйти в те чувственные сферы, которые нам обычно недоступны. И сексуальность, так как она высвобождает огромное количество энергии, главное средство достижения этого состояния.